Все видели его в кино, но мало кто знает, что он является настоящим мастером тайцзы стиля Ян. Этот человек уникален, силен, мудр и велик. Его жизнь еще один пример верно выбранного собственного пути, который привел его к силе, достатку, известности и народной любви. Итак, мы представляем вашему вниманию топ 10 интересных фактов о Бола Йенге. Факт номер один. Будущий актер родился 3 июля 1946 года в провинции Гуанчжоу, пригороде Китая. И, подобно многим юным соотечественникам, с юных лет занимался кунг-фу и акробатикой под руководством местных учителей. Факт номер два. В 1967 году Бола Йенг перебирается жить в Гонконг и устраивается на работу в тренажерный зал. В течение четырех лет он тренируется сам, параллельно обучая других и, конечно же, совершенствует свои навыки в единоборствах. Факт номер три. Своё первое предложение относительно съемок он получает от студии «Братьев Шоу», которая предлагает ему в 1969 году сняться в фильме Чучанга «Героический». Факт номер четыре. В 1970 году Бола Йенг выигрывает на соревнованиях по бодибилдингу и получает титул «Мистер Гонконг». Это звание он удерживает на протяжении десяти лет. Его младший сын Дэвид Янг также пошел по стопам отца и стал культуристом. Также Бола Йенг с конца 70-х до конца 80-х неоднократно становился чемпионом Юго-Восточной Азии по рукопашному бою. Факт номер пять. На пробах к рекламному ролику «Сигарет Винстон» Бола Йенг познакомился с Брюсом Ли. Между ними завязалась дружба и в 1973 году Брюс пригласил товарища на роль Боло, телохранителя своего главного экранного противника в фильме «Выход дракона». Факт номер шесть. Самым серьезным и важным достижением в своей карьере актера Бола Йенг считает съемки вместе с легендарным Брюсом Ли в фильме «Выход дракона». В этом фильме Боло так и не довелось сразиться с Брюсом Ли, о чем он очень сожалел. Брюс обещал ему обязательно сразиться в следующем фильме, но, увы, Брюс Ли умер. Факт номер семь. Боло готовил сына Брюса Ли к съемкам фильма «Наследие ярости». Брэндона Ли нужно было за несколько недель превратить в правдоподобного противника, и Боло заказывал спортзал на 9 утра, чтобы не нарушать режим. «Восходящая звезда» являлась к полудню, объясняя, что утром танцует, а тренироваться приходит только потому, что этого требуют продюсеры. Факт номер восемь. Проявил себя Боло Йенг, как и режиссер, сняв две картины. «Шериф Боло» 1977 года и «Почерк кунг-фу» 1979 года. Факт номер девять. Брутальная внешность, свирепость и непревзойденное владение боевыми искусствами позволило ему легко воплощать на экране роли злодеев и отрицательных персонажей, которых неизменно побеждают хорошие ребята. Однако были в его кинокарьере и фильмы, где он играл положительного героя. Фильмы «Сильнейший удар», «Сильнейший удар 2» и «Полицейский» 2000 года. Факт номер десять. Боло Йенг является главным менеджером группы Международной Федерации Бодибилдеров и представителем Ассоциации Атлетические Залы Гонконгских Бизнесменов. Каждое утро он начинает двухчасовой тренировкой с отягощениями, практикой цигун и выполнением форм тайцзы семьи Ян. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на наш канал. Субтитры подогнал «Симон»!